Налоговыми органами Сейчас проводится информационная кампания, направленная на то, чтобы разъяснить жителям нашего региона порядок использования налоговых льгот. Сейчас у меня в руках список наиболее часто задаваемых вопросов. С 2016 года исчисление налога на имущество физических лиц будет производиться по новым правилам, исходя из катастрофы стоимости. Необходимо ли заново обращаться в налоговую инспекцию за льготами в отношении тех объектов, которые в 2016 году у нас подпадают под налоговую льготу? Давайте разбираться с этим вопросом очень внимательно. Для начала ответим на вопрос о том, где же посмотреть перечень льготных категорий налогоплательщиков, в каком нормативном акте. Это налоговый кодекс Российской Федерации, 407 статья. Я сейчас произнесу наиболее часто встречающиеся льготные категории физических лиц, которые освобождаются от уплаты налога на имущество физического лица. Это, конечно, инвалиды первой и второй группы, это военнослужащие, граждане, получающие пенсию, назначенные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Физические лица – владельцы хозяйственных строений и сооружений площадью до 50 квадратных метров, расположенных на садовых, огородных, дачных, земельных участках, участках для ЛПХ и ЖС. Но это далеко не исчерпывающая перечень льготных категорий физических лиц. Повторяю, 407 статья Налогового кодекса, там предусмотрено 15 льготных категорий. Теперь давайте разбираться с вопросом о том, кому же нужно обращаться заявление в налоговые органы об использовании налоговой льготы, а кому это делать не требуется. Законодатель сказал, что те физические лица, которые ранее пользовались налоговыми льготами, ранее это до 31 декабря 2014 года, им повторно заявление в налоговые органы об использовании налоговой льготы обращаться нет никакой необходимости. Поэтому в первую очередь наша информационная компания, касающаяся льготных категорий налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц, обращена к тем гражданам, которые приобрели льготный статус, установленный налоговым кодексом, то есть имеют право на налоговую льготу, в 2015 году. Или которые ранее до 31 декабря 2014 года не заявляли налоговую льготу, но также относятся к льготной категории налогоплательщиков. С 2015 года транспортное средство находится в угоне. Каким образом данная информация будет учтена при наличии транспортного налога? Также обращаю внимание, что автомобили на период нахождения их в розыске в связи с угоном или кражей транспортного средства, они освобождаются от уплаты транспортного налога, обращая ваше внимание на период до возврата их законному владельцу. Каким образом налоговые органы необходимо проинформировать владельцу такого транспортного средства о том, что автомобиль находится в угоне? Путем представления соответствующего заявления в налоговую инспекцию по вашему месту жительства с предложением документа, выданного правоохранительными органами, которым ведут расследование по соответствующему уголовному делу в связи с угоном или кражей транспортного средства, подтверждающего факт проведения таких следственных действий. Документ представляется в подлиннике или надлежащей заверенной копии. Если вы нам принесете соответствующий документ в обычной копии, незаверенной, то налоговые органы сделают межведомственный запрос соответствующего правоохранительного органа и самостоятельно получат подтверждение той или иной информации. Важно подчеркнуть здесь, что информацию об угоне мы должны получить от владельца транспортного средства. Он инициативно представляет соответствующий документ. Если площадь квартиры составляет 54 квадратных метра, с какой площадью будет исчисляться налог, если собственник в свое время не заявил о праве на налоговый вычет? Что такое налоговый вычет? В налоговом кодексе предусмотрена норма, в соответствии с которой по объектам капитального строительства, помещениям, комнатам, квартирам и жилым домам устанавливается необлагаемая налогом сумма. В данном случае по квартире необлагаемая налоговым сумма составляет 20 квадратных метров кадастровой стоимости этой квартиры. Таким образом, применение налогового вычета не носит заявительный характер. То есть налоговые органы, независимо от того, обратится владелец налогооблагаемого жилого помещения за предоставлением налогового вычета или нет, мы инициативно должны применить соответствующий налоговый вычет. В приведенном примере площадь квартиры 54 квадратных метра. Соответственно, автоматически в силу закона, в силу налогового кодекса, 20 квадратных метров площади этой квартиры не будут облагаться налогом. И налог будет рассчитан исходя из оставшейся площади квартиры. Поэтому обращаться с заявлением о применении налогового вычета в этом случае нет никакой необходимости. Следующий у нас вопрос идет такой. За какой период владения земельным участком его собственник может заявить налоговую льготу? Я обращаю внимание, что в отличие от налога на имущество физических лиц, где перечень льготных категорий предусмотрен налоговым кодексом РФ по физическим лицам и также может быть дополнен нормативными актами представительных органов местного самоуправления, поселений и городских округов, льготы по земельному налогу устанавливаются исключительно советами депутатов органов местного самоуправления. То есть это уровень поселения городского округа. Поэтому прежде чем отвечать на вопрос о том, за какой период можно использовать право на налоговую льготу по земельному налогу, нужно, наверное, ознакомиться с перечнем льготных категорий, которые предусмотрены муниципальными актами. Где это можно сделать? Потому что муниципальных актов у нас очень много, муниципалитетов у нас значительное количество. Вся сводная информация о льготных категориях налогоплательщиков по земельному налогу, она собрана за несколько налоговых периодов в очень удобной, визуализированной форме на нашем сайте налог.рус, справочный сервис, ставки и льготы. Поэтому в первую очередь налогоплательщикам нужно порекомендовать посмотреть, есть ли соответствующая налоговая льгота. Если льготы есть, то перерасчет земельного налога при наличии права на налоговую льготу налоговый орган проводит за три предшествующих налоговых периода, если имеется для этого основание. Поэтому не волнуйтесь, если у вас возникло право на налоговую льготу, например, предусмотрено по муниципальному нормативному акту льгота для многодетных граждан, если у вас такое право возникло в 2014 году и вы не заявляли до настоящего времени о соответствующей льготе, только о ней узнали, пожалуйста, вы можете представить соответствующее заявление в налоговые органы, в данном случае по месту нахождения земельного участка в налоговой инспекции, воспользоваться интерактивными сервисами нашими и представить документы основания вместе с заявлением. Мы проведем перерасчет земельного налога в этой ситуации. Далее, Рязан, соинтересуется, необходимо ли их личное присутствие в налоговой инспекции, дабы потребовать, скажем так, запросить право на использование налоговой льготы. Ситуация какая? Дело в том, что заявление о налоговой льготе можно направить несколькими способами в налоговую инспекцию. Но вопрос стоит о том, необходимо ли личное присутствие. Если вы воспользуетесь интерактивным способом подачи соответствующего заявления, а он единственный из интернет-сервиса Федеральной налоговой службы, размещенного на сайте налог.ру, это личный кабинет налогоплательщика физического лица. Если вы из личного кабинета представляете соответствующее заявление о налоговой льготе, то, конечно, повторно являться в налоговую инспекцию нет никакой необходимости. Но если вы еще не подключены к нашему сервису, у нас более 210 тысяч активных пользователей этого сервиса в Рязанской области зарегистрированы, если вы еще им не пользуетесь, не являетесь потребителем услуг личного кабинета налогоплательщика, тогда заявить налоговую льготу вы можете либо лично посетить в налоговую инспекцию, соответственно, либо направить соответствующее заявление по почте. Какое количество, следующий вопрос, земельных участков, принадлежащих одному физическому лицу, может быть освобождено от оплаты налогов? Какую конфигурацию налоговой льготы выбрали муниципальные органы, такую и применяют налоговые органы, соответственно, и налогоплательщики. Если освобождены от уплаты налога только один земельный участок, принадлежащий налогоплательщику определенной категории и виды разрешенного использования, значит, так оно и есть. Если несколько земельных участков, это будет предусмотрено в муниципальном акте. Окраничено ли право на использование налоговой льготы по транспортному налогу типом или мощностью транспортного средства? Давайте я, наверное, обращу внимание наших налогоплательщиков о том, в каком нормативном акте можно посмотреть льготы по транспортному налогу. Мы говорили по налогу на имущество, по земельному налогу, по транспортному налогу. Речь идет уже о применении закона Рязанской области о налоговых льготах. Я перечислю четыре наиболее распространенные категории налогоплательщиков, которые у нас освобождены от уплаты транспортного налога в Рязанской области. Значит, первое – это граждане и владельцы, внимание, легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, грузовых автомобилей и тракторов без ограничения мощности двигателя транспортного средства. Но речь идет о тех гражданах, которые относятся к числу многодетных, имеющих на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет. Значит, обратите внимание, ограничения по мощности нет, и практически это основные типы транспортных средств, о которых я перечислю. Легковые автомобили, мотоциклы, моторолли, грузовые автомобили, трактора. Вторая категория налогоплательщиков наиболее распространенная – пенсионеры по старости или пенсионеры вооруженных сил и правоохранительных органов. Здесь иная конфигурация льготируемых типов транспортных средств, грузовики сюда уже не подходят, трактора не подходят, речь идет только о легковых автомобилях, мощности двигателя до 150 лошадиных сил. И, соответственно, мотоциклы, мотороллеры с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил, причем только на одну единицу соответствующего транспортного средства по выбору налогоплательщика. Сразу говорю, не нужно путать ситуацию, когда машина мощностью больше 150 лошадиных сил, вот здесь, в отличие от налогового вычета по квартирам, не будет применяться налоговая льгота. То есть машина должна быть строго мощностью до 150 лошадиных сил определенного типа. Инвалиды третья категория налогоплательщиков, но сами инвалиды всех категорий, первый, второй, третий, имеющие в собственности тоже только легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклы, мотороллеры до 45 лошадиных сил включительно. И тоже только на одну единицу транспортного средства. Ну и, наконец, последняя категория, наиболее распространенная, Герои Советского Союза, Российская Федерация, награжденная орденами славы трех степеней, родители погибших при исполнении служебных обязанностей Героев Советского Союза, тоже имеющие в собственности легковые автомобили или мотоциклы. И льготы предоставляются, соответственно, на одну единицу из указанных видов транспортных средств по выбору налогоплательщика. Ну, может быть, не все запомнили такие различные ситуации, хотя, наверное, каждый услышал свой ответ. Опять-таки, на нашем сайте налог.ру можно посмотреть соответствующую информацию более подробно. Спасибо большое, что сегодня пришли в нашу студию. Очень рады были вас видеть. Всего доброго. Алексей Глащенов был у нас сегодня в гостях. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»